Саша Климушкин очень подвижный и любознательный мальчик. Он частый гость в Центре детского развития «Новые горизонты». Усердно посещает занятия. Особенно ему нравится английский язык. Давай скажем, знаете, что он хороший? Good hair! Good hair! Good hair! У Саши редко генетическое заболевание. В народе его диагноз называется синдром бабочки. Кожа с рождения очень нежная и тонкая, поэтому часто травмируется. С таким заболеванием мальчик просто не может себе позволить обычные детские радости. Хотя он любит побегать и похулиганить, но это бывает так редко. В «Новые горизонты» Саша ходит второй год. И все благодаря социальной программе группы компании «Зеленый сад», которая полностью оплачивает занятия мальчика и других детей с инвалидностью и ребят из малообеспеченных семей. Саша здесь посещает подготовку к школе, рисование, шахматы и английский. Для его семьи это серьезная помощь, признается бабушка Елена Климушкина. Саша у нас не ходит из-за основного заболевания. Он не посещает детский садик и общение здесь с детьми, потому что общение с детьми не заменит ничто. То есть как бы надо это общаться, получать здание это хорошо, но еще и общение с детьми это тоже немаловажный факт. И поэтому нам очень нравится, Саше очень, очень нравится. В Центре детского развития «Новые горизонты», который, кстати, был построен на средство компании «Зеленый сад», разработаны авторские программы для развития дошкольников. На такие занятия приходят дети от одного года до пяти лет. Для ребят постарше здесь работает подготовка к школе, логопед, психолог. Проходят уроки по чтению, математике, изо, танцам, иностранным языкам. А совсем скоро откроют двери и гончарная мастерская. Центр работает всего год, но уже обзавелся своими учениками. Занятия посещают 120 детей, большая часть – по социальной программе «Зеленого сада». То есть для таких семей посещение бесплатное. Представьте, какую помощь оказывают малообеспеченным семьям, семьям с детьми, с ограниченными возможностями здоровья. То есть это колоссальная поддержка. И, конечно, хотелось бы, чтобы такой благотворительности было побольше. Сейчас Ева Шарая занимается с логопедом. У девочки генетическое заболевание – фенилкетонурия. Влияет на обмен веществ. Следствием болезни стала гиперактивность. В новые горизонты Елена пришла с Евой в прошлом году по социальной программе. Им здесь так понравилось, что свою младшую дочь Нику она тоже решила привезти именно сюда. Девочки посещают логопеды, физкультуру и рисование. Мы очень сильно благодарны, потому что в центре реабилитации у нас не было специалиста, психолога. И в прошлом году нас сюда в первую очередь записали к психологу. Мы отзанимались целый год. Сейчас вот у реабилитационного центра у нас психолог, а здесь логопед. И мы у них занимаемся и там, и там. Поэтому очень сильно благодарны. Нам это очень удобно. График подбирают под нас, но еще и бесплатно. Это класс для танцев и физкультуры. После разминки маленькие танцоры вспоминают знакомые движения. А здесь проходит урок рисования. Буйство осенних красок переносится на полотно и кисть в детских руках оживает. Знакомые пейзажи, береза и бескрайнее небо. В центре новые горизонты, особенные дети и их родители чувствуют себя комфортно. Педагоги соблюдают все принципы инклюзивного образования. Мальчишки и девчонки развиваются всесторонне. А самое главное, учителя не дают им чувствовать себя оторванными от общества. Социальная ответственность не на словах, на деле. Компания «Зеленый сад» взяла инициативу в свои руки. И теперь ребята из многодетных, малообеспеченных семей и дети-инвалиды могут так же, как их сверстники, идти в ногу со временем и изучать то, к чему лежит душа.